Проект по освоению городского пространства Вознесенский квартал – это ответвление от полюбившихся ивановцам прогулок по городу. В этот раз организаторы предложили горожанам и гостям областного центра экскурсию под названием «Площадь Пушкина – Колыбель Иванова». Начальной точкой выбрали вот этот сквер около храма Святой Троицы. И не случайно, ведь рядом здание главпочтамта, а там нулевая верста города. От храма ивановцы во главе с экскурсоводом направились к бывшему новому клубу Кулакова. В народе его называли «Теремок». Здание своей архитектурой, напоминающее средневековую готику, было построено в 1911 году. До революции завсегдатаями здесь были представители светского общества. Для того, чтобы зрители смогли погрузиться в атмосферу того времени, организаторы вместе со студентами Политехнического университета подготовили небольшое представление. И забор ее бросает на бежавшую волну. Фии, мужчины, завсегдавы с вашими шутками. Пойдемте лучше прогуляемся. Что ж, погодка отменная. Можно и прогуляться. Извольте, душа моя. На глазах ивановцев поменялась целая эпоха. На смену дамам в платьях со шлейфом и гусаром пришли советские рабочие. Они, а точнее переодетые в них студенты, показали выступление агиттеатра и прочитали отрывок из поэмы Маяковского «Два опиума». Такая нестандартная экскурсия прошла в нашем городе впервые. Ведь у прогулок по городу, ставших основой этого проекта, подход к ознакомлению с областным центром несколько иной. Мы просто немножко по-другому в целом относимся к концепции. Мы, когда ходили в город, все-таки мы хотели увидеть город через архитектуру, через памятники истории и культуры. Вознесенский квартал, они желают увидеть пространство через события, лица, людей. Следующая точка маршрута – площадь Пушкина. Если обратиться к истории, ее действительно можно назвать сердцем города, его колыбелью. И не только в абстрактном смысле, но и с точки зрения географического расположения. Здесь река Увать, и в нее впадали раньше два ручья. Какуй и Павловский. И вот в этом пространстве, в такой трапеции узкой, и возникло село Иваново. На возвышении, вот где главпочтам, там первые улицы. А вот на этом возвышении – первый храм. Позже ивановцы поднялись на смотровую площадку Дворца искусств, где им рассказали о том, как зарождалась столица губернии. Нынешний театральный мост когда-то разделял село Иваново и Вознесенский посад, а на месте Дворца искусств находился Покровский мужской монастырь, доминанта села Иваново, его сакральный центр. После экскурсии зрители ждал сюрприз. Воспитанники одной из танцевальных мастерских города подготовили красочный флешмоб. Это связь поколений, это попытка проследить, как площадь, ее пространство, ее даже если хотите ментальность, она существует в сознании жителей. Потому что площадь – это не только вещественные памятники, это еще и территория нашего сознания, а иногда даже и подсознания. Это территория наших эмоций, нашей души. Так заглянуть в прошлое оказалось совсем несложно. Ивановцы экскурсом в другую эпоху остались довольны. Очень насыщенная экскурсия была. Много было интересного, что не то, что там всякие факты исторические были, а именно вот рассказ такой был именно эпоха. То есть от начала и как бы до сегодняшних дней такой экскурсии еще не было. Мне понравилось то, что узнаешь что-то новое, неизвестное для себя. Ну и очень интересно все было рассказано. Я считаю то, что это очень актуально, потому что у нас в городе очень мало экскурсий проводится. И если проводить такие анимационные экскурсии, то они будут привлекать больше к себе молодежи и школьников. Организаторы поделились секретом. Следующая экскурсия в рамках проекта пройдет на площади революции. Уже определились с названием. Площадь революции – Ивановская агара. А вот почему, об этом расскажет экскурсовод на следующей встрече. Точную дату сообщат позднее. Полина Понасицкая, Денис Денисов, РТВ Иваново.